Внимание! Следующая программа содержит кадры, которые могут вызвать сильное эмоциональное напряжение. Последнее время в Лидии участились случаи возгорания транспортных средств. В четверг 5 мая в 11 часов вблизи деревни Верхлида Круповского сельсовета во время движения по грунтовой дороге загорелся трактор. Чтобы потушить пламя понадобилась помощь спасателей. Огонь повредил моторный отсек и кабину. Причину пожара устанавливают специалисты. Назначен ряд экспертиз. Во вторник 10 мая в полдень загорелся автомобиль Audi 100, оставленный на стоянке на улице Карла Маркса. Пламя уничтожило легковушку полностью. И уже вечером того же дня спасатели тушили Opel, припаркованный в одном из дворов по улице Тухачевского. Огонь повредил моторный отсек, кузовные детали и часть салона. Предполагаемая причина всех автомобильных пожаров – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Чтобы избежать подобных инцидентов, специалисты советуют следить за состоянием транспортного средства и своевременно проходить технический осмотр. Запах бензина или запах жженой резины в салоне – это предвестники возгорания. Дребец контактов, перетирание проводов, а также неправильная их укладка, негерметичность масла и бензостойких трубопроводов – все это может привести к возгоранию вашего автомобиля. Нередкость возгорания автомобиля в летнее время из-за использования в максимальном положении вентилятора печки и таких энергоемких приборов, как кондиционер. Конечно, самое огнеопасное место является подкапотное пространство автомобиля. Чтобы не допустить возгорания, избегайте подтекания масла, не говоря уже о топливе и никаких тряпок под капотом. Немаловажно обратить внимание также и на багажник. Летом особенно важно, чтобы он был чист и пуст. Привести к возгоранию могут хранимые в нем топливо, масло, жидкости с содержанием ацетона, тряпки и газеты. Также в такую жару не стоит заправлять бензобак под пробку. Ведь при высокой температуре топливо расширяется и может, как и любая жидкость, найти выход наружу. В пятницу, 13 мая, в 11 часов вечера в деревне Дедуки Ходоровского сельсовета загорелась хозяйственная постройка. Со слов хозяйки она услышала разряд молнии и, выбежав на улице, увидела языки пламени. Женщина побежала к соседям и сообщила о возгорании в пожарную часть. Работники МЧС предполагают, что причиной пожара стал разряд молнии. В минувшую субботу огнеборцы тушили деревянный нежилой дом на хуторе Бельске в Дедвянском сельсовете. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие повредил стены и имущество. Предполагается, что пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. На дорогах Лиды и Лидского районов последние праздничные дни было относительно спокойно. Но бездорожно-транспортных происшествий и пьяных покатушек все же не обошлось. За выходные в нашем городе задержано двое водителей в состоянии алкогольного опьянения. А вот в республике на минувшие недели были зарегистрированы ДТП со смертельным исходом. В четверг 12 мая в результате аварии погибли две девушки-студентки 95 и 96 годов рождения. Они шли по тротуару одной из столичных улиц, когда на них совершил наезд 50-летний мужчина, управлявший Ситроеном. Одна из девушек скончалась на месте ДТП, другая уже в реанимации. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Со слов очевидцев, автомобиль двигался на большой скорости. Двое пешеходов, переходящих проезжую часть Староскидзерского шоссе по пешеходному переходу, отправил в больницу водитель грузовика. Один из них в результате наезда получил тяжелую травму. Аварией закончилась пьяная езда по ночному Бресту. Двое друзей катались по городу в поисках приключений. Сначала нетрезвый владелец внедорожника Ниссан находился на заднем сидении. Сначала нетрезвый владелец внедорожника Ниссан находился на сидении пассажира. Однако после посещения одного из ночных заведений, сам сел за руль, решив показать мастерство вождения. Однако не справился с управлением и по касательной столкнулся с другим автомобилем. От удара он выпал из салона на проезжую часть, после чего заднее колесо переехало ему по ногам. Медосвидетельствование показало у виновника аварии в крови более двух промилля алкоголя. В отношении его составлены три административных материала. За свой водительский стаж молодой человек имеет 32 нарушения ПДД. Очередная погоня в Минском районе попала в объектив видеорегистратора экипажа ГАИ. Водителю мотоцикла, видимо, не хватало адреналина, и он решил полихачить. Сразу подразнил двигавшийся в попутном направлении экипаж ДПС, после на большой скорости пилот попытался скрыться от него. Сотрудники ГАИ включили проблесковые маячки и стали преследовать мотоцикл. Тот в какой-то момент остановился, но только инспекторы стали выходить из машины, как мотоциклист повернул ручку газа. Преследование длилось около 15 минут. На обочине мотоциклист едва не потерял управление. Дважды проехал на красный сигнал светофора, выполнил обгон по встречной полосе через двойную сплошную. При выезде на М3 пилот снова захватил обочину. Проскользил по песку, столкнулся с отбойником и упал. Придя в себя, мотоциклист пояснил инспекторам ГАИ, что раньше ему всегда удавалось скрыться от преследования, а на этот раз не вышло. Он даже похвастался, что успел на отдельном участке дороги разогнаться до 280 км в час. Как оказалось, 33-летний молодой человек был трезв. В отношении него составлены 9 административных протоколов. Суд Лидского района на прошлой неделе вынес приговор бывшему врачу Лидской районной больницы, сбившему в сентябре прошлого года на улице Коммунистической, учащегося Лидского колледжа. 18-летний Дмитрий Лючков через 12 дней после ДТП умер в больнице. Как показало медицинское освидетельствование, у виновника аварии в крови было 2,3 промилле алкоголя. Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения и управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим по неосторожности смерть человека. И на основании части 4 статьи 317 Уголовного кодекса приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Иск о материальной компенсации морального вреда родным удовлетворен частично. Тот приговор, который прозвучал, в принципе, мы справедливы. Именно такого мы не то что ожидали, но как бы за такое содействие другого мы не ожидали. Но несоизмеримо все равно с нашим годом. Сбил человека, остановился, человек упал перед ним, переехал. Разве это уже не умышленное? Сбил столб, машину разбил. Машина неисправна. Он знал, что она не... Как он мог знать? Справна она неисправна? Разве это не умышленно ехать дальше? Но я так понимаю, вы обжаловать приговор не будете? И как бы вы оставите то, что вынесут? Да, мы оставим то, что вынесут, потому что по законодательству нашему, к сожалению, это идет как убийство под неосторожностью. От всей нашей семьи я хочу поблагодарить всех жителей нашего города, что оказали нам большую моральную поддержку во время похорон, во время случившихся. Незнакомые люди подходили ко мне, обнимали, жалели. Не могли даже найти слов, чтобы высказать свое сочувствие. Просто крепко прижимали к себе. Спасибо вам. Теперь к новостям из приграничной зоны. На участке пограничной заставы Бенекони, в одном из населенных пунктов Вороновского района, в подвале хозпостройки жилого дома, были обнаружены табачные изделия белорусского производства в количестве 42 тысяч пачек сигарет на общую сумму в 420 миллионов рублей. В пункте пропуска железнодорожной станции Бенекони в ходе досмотра локомотива, следовавшего из Беларуси в Литву под управлением литовской поездной бригады, литские стражи границы обнаружили и изъяли одну тысячу пачек сигарет белорусского производства. Табачные изделия на общую сумму 22 миллиона рублей были сокрыты в конструктивных особенностях локомотива. 25-летний представитель поездной бригады признался в совершенном правонарушении. А знаете ли вы что? При столкновении на скорости всего 50 километров в час вес 5-килограммового ребенка возрастает в секунду до 100 килограммов. Сможете ли вы руками его удержать? Задумайся! Задумайся! Задумайся!